Начинаем заседание диссертационного совета. Всего из 25 членов совета, утвержденного приказом председателя высшей аттестационной комиссии, присутствует 17 членов совета, количественный кворум обеспечен. И по специальности анестезиология и реаниматология 3.1.12 присутствует 6 членов совета, качественный кворум также обеспечен. Таким образом, совет правомочий начать работу, заседание объявляется открытым. И я вас прошу, поскольку у нас сегодня на повестке защиты диссертации Тюрина Игоря Николаевича на тему оценка и коррекция центральной гемодинамики при сепсисе на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности анестезиология и реаниматология доложить нам содержание представленных соискателем документов. Тюрин Игорь Николаевич, 70-го года рождения, окончил Новосибирский государственный медицинский университет, лечебное дело, дали интернатуру по анестезиологии и реаниматологии. В настоящее время работает главным врачом инфекционной клинической больницы номер 1 города Москвы. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию на тему критерий прогноза течения послеоперационного периода у больных с абдоминальным сепсисом. Настоящая диссертация опробирована 28 декабря 2022 года на объединенной конференции сотрудников кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного профессионального образования факультетской хирургии номер 1 лечебного факультета университета имени Пирогова под председательством Проценко Дениса Николаевича. Официальными рецензентами выступили доктор медицинских наук Гребенчиков, доктор медицинских наук Речевский и доктор медицинских наук Лебедев. Всего опубликовано 20 печатных работ, входящих в перечень изданий ВАГ. Из них 18 статей в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science. Характеризуется как квалифицированный специалист, которого отречает интерес к новым направлениям и исследованиям в науке, стремление к профессиональному и научному росту. Является научно-квалифицированной работой диссертации, в которой содержится решение важнейшей научно-практической проблемы – контроль и коррекция кровообращения при тяжелом сепсисе. Представлены документы и материалы полностью соответствуют положению вас. Спасибо. Итак, представляется слово Игоря Николаевича, пожалуйста, для освещения результатов своей работы. Глубоко уважаемая Елена Зеликовна, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, глубоко уважаемые коллеги, Вашему вниманию представляются основные результаты диссертационного исследования на тему оценки и коррекции центральной гемодинамики при сепсисе. Проблемы с оптической кардиомиопатией в последние годы привлекают пристальное внимание исследователей и клиницистов. Изучен комплексный этиопатогенез септической кардиомиопатии. Верифицированы внутриклеточные механизмы снижения сократимости миокарда при сепсисе. Ежегодно публикуется большое количество исследований по данной проблематике. Однако, вопросы диагностики септической кардиомиопатии, ее прогностическое значение, возможность и целесообразность коррекции гемодинамических нарушений остаются вопросами дискуссии. Цель исследования – улучшить результаты лечения больных с сепсисом путем разработки и внедрения в практику комплекса диагностических и лечебных мер, обеспечивающих выявление и коррекцию гемодинамических проявлений септической кардиомиопатии. Задача. На основе хронологического анализа популяции больных в отделении реанимации интенсивной терапии многопрофильного стационара оценить общие результаты лечения сепсиса и выделить его основные варианты в зависимости от локализации первичного очага инфекции. Установить ранние клинико-лабораторные предикторы летального исхода, одновременно указывающие на высокую вероятность нарушения насосной функции сердца при различных вариантах сепсиса. Оценить информативность стандартной прикроватной эхокардиографии, выявление признаков септической кардиомиопатии, имеющих неблагоприятное прогностическое значение. Исследовать динамику, прогностическую значимость и связь с нарушением функции сердца содержания в крови N-терминального отрезка неактивной части предшественника натриуретического пептида B-типа у больных с различными вариантами сепсиса. Изучить прогностическую значимость в отношении риска летальности при различных вариантах сепсиса, параметров центральной гемодинамики и выявить показатели, характеризующие исходное состояние и динамику сердечной функции в результате мер интенсивной терапии. Оценить эффективность инотропной терапии, дополняющей стандартные корригирующие меры, для достижения прогностически благоприятного уровня производительности сердца, обусловленной постнагрузкой и уменьшения клинических проявлений сепсиса. Изучить особенности гемодинамических и клинических эффектов при сепсисе кальциевого синситайзера Левосимендана. Выполнить анализ клинической эффективности внедрения в практику отделения реанимации интенсивной терапии многопрофильного стационара комплекса мер по выявлению септической кардиомиопатии и коррекции ее гемодинамических проявлений. Мы проанализировали данные обследования и лечения больных, пролеченные в отделении реанимации интенсивной терапии многопрофильного стационара. Включили в исследование данные 1064 мужчин, 787 женщин в возрасте от 18 до 97 лет с сепсисом. В результате включили 1851 больной, провели 8 исследований, проспективных, ретроспективных и обсервационных когортных. Заболевания, осложнившиеся сепсисом, это перфоративная язва желудка или 12-перстной кишки, мезонтериальный тромбоз, панкринекроз, кишечная непроходимость, внебольничная пневмония. Остальные заболевания брюшной полости, забрюшинного пространства и органов грудной клетки представлены меньшим объемом случаев. У больных с абдоминальным сепсисом в 76% случаев мы выделяли граммотрицательную микрофлору. У больных с пульмоногенным сепсисом грамм положительной микрофлоры составила 66%. Антибактериальная терапия строилась на концепции SCAT. Стартовая терапия при отсутствии риска резистентной микрофлоры, стартовая терапия при риске резистентной микрофлоры и коррекция терапии по результатам микробиологического исследования. Мы исследовали общеклинические и стандартные лабораторные методы, включающие лактат и мио-уровень прокальцитанина, выполняли прикроватную эхокардиографию, изучение НТ-про-БНП, иммунохимилюцентным методом, инвазивный мониторинг центральной гемодинамики, методом транспульмональной термодилюции, статистическая обработка данных МетКальк-15. Мы анализировали стандартные показатели транспульмональной термодилюции и пикомониторинга и производительность сердца, обусловленной постнагрузкой. Это показатель, который отражает адекватность степени увеличения сердечного выброса в ответ на снижение постнагрузки, характерной для больных с сепсисом. Он измеряется как сердечный выброс реальный к сердечному выбросу расчетному, где сердечный выброс расчетный, дальше определяется с помощью общего периферического сопротивления и специальной формулы. Этот показатель предложила группа немецких авторов во главе с Карлом Верденом. Статистическая обработка данных. Определение объемов выборок. Проверка выборки на нормальность распределения. Значимость отличия данных в несвязанных выборках. Значимость отличия данных в связанных выборках. Значимость отличия процентных долей. Логистическая регрессия и рок-анализ. Выполняя первую задачу нашего исследования, мы выявили, что частота сепсиса в отделении реанимации интенсивной терапии многопрофильного стационара колеблется от 8,6 до 10,5% от общего числа пролечиваемых варит больных. При этом больные с абдоминальным сепсисом составляют 73%, больные с пульмоногенным сепсисом – 14%. Тяжесть состояния больных с пульмоногенным сепсисом значимо выше, чем у больных с абдоминальным сепсисом. Соответственно, госпитализация варит у таких больных тоже выше. При этом летальность в группах 51-52%, а назначение инотропов значительно реже – 21-22%. Мы выявили ранние клинико-лабораторные предикторы летальности. При абдоминальном сепсисе – это софа 8 баллов и выше, лактат и миа выше 1,5 ммл. Это нам позволило правильно отквалифицировать 82% наблюдений, а комбинация софа-лактат и миа являлась предиктором клинически значимого снижения сердечного индекса ниже 2,5 литров в минуту на метр квадратный. У больных с пульмоногенным сепсисом такими предикторами явились КОРП-65 – 4 балла и выше, лактат и миа выше 1,5 ммл. Среднее артериальное давление – 75 мм тутного столба и ниже. Это позволило нам правильно отквалифицировать 89% наблюдений. Комбинация данных предикторов также являлась предиктором снижения клинически значимого сердечного индекса ниже 2,5 литров в минуту на метр квадратный. Таким образом, выявляя больных с риском септической кардиомиопатии, при абдоминальном сепсисе следует ориентироваться на оценку по шкале софа и уровень лактат и миа, а при пульмоногенном, осложнившем вне больничную пневмонию, на оценку по шкале КОРП-65 – среднее артериальное давление и уровень лактат и миа. Уровень НТПРО-БНП выше 5100 пикограмм в мл у больных с абдоминальным сепсисом являлся предиктором летальности. Уровень биомаркера НТПРО-БНП – 4260 пикограмм в мл у больных с пульмоногенным сепсисом. При этом максимально предикторную значимость имел прирост биомаркера у больных с абдоминальным сепсисом и с пульмоногенным сепсисом. На 3-4 сутки лечения больных в отделении реанимации интенсивной терапии уровень НТПРО-БНП выше 5250 пикограмм в мл ассоциировался с назначением инотропных препаратов. Повышение уровня биомаркера у больных с пульмоногенным сепсисом мы не обнаружили. Таким образом, установить высокий риск летальности при наиболее частых вариантах сепсиса, а также наличие миокардиальной дисфункции при абдоминальном сепсисе можно с помощью динамического контроля за содержанием НТПРО-БНП. Выполняли стандартную прикроватную эхокардиографию. Вы выявили систолическая дисфункция 24%, связанная со снижением фракции изгнания левого желудочка, дилетацию в 16% случаев в связи с повышением индекса конечного диастолического объема левого желудочка и диастолическую дисфункцию, выявляемую по трансметральному потоку, 12%. При этом мы не нашли ни у одного показателя ассоциированности с летальностью. Также не обнаружены ассоциированности между фракцией изгнания левого желудочка меньше 50% и снижением сердечного индекса меньше 2,5 литров в минуту на метр квадратный, измеряемого с помощью транспульмональной термодилюции. На первые и вторые сутки лечения в отделении реанимации интенсивной терапии показатели инвазивного мониторинга являлись предикторами летальности у абдоминального сепсиса это индекс функции сердца меньше 5,8 в минуту, минус 1, глобальная фракция изгнания меньше 21%. Производительность сердца, обусловленной постнагрузкой, 71% и менее. У больных с пульмоногенным сепсисом такими предикторами выступали сердечный индекс 2,6 литров в минуту на метр квадратный и менее, производительность сердца, обусловленной постнагрузкой, 75% и менее. На третьи и четвертые сутки после стандартных корригирующих мер только один показатель производительности сердца, обусловленной постнагрузкой, имел предикторную значимость. А в объединенной группе предикторную значимость имел производительность сердца, обусловленной постнагрузкой, 80% и меньше. Модель хорошего качества площадь под кривой 0,724. Продолжая анализ, мы выявили, что нормализация показателя производительности сердца, обусловленной постнагрузкой, является предиктором выживаемости при обоих вариантах сепсиса. Таким образом, верифицируя септическую кардиомиопатию, оценивая снижение насосной функции сердца и риск неблагоприятного исхода сепсиса, следует отдавать предпочтение диагностическому использованию инвазивного мониторинга центральной гемодинамики, не ориентируясь на фракцию изгнания и конечный диастолический объем левого желудочка, а также характеристики трансметрального потока крови, установленной при стандартной прикроватной эхокардиографии. Наиболее универсальным гемодинамическим показателем снижения насосной функции сердца при сепсисе является расчетный уровень производительности сердца, обусловленной постнагрузкой, 80% и менее. Дополнительной информативностью для выявления неблагоприятных изменений функции сердца обладает ряд других параметров, определяемых при транспульмональной термодилюции, которые отличаются при абдоминальном и пульмоногенном сепсисе. Универсальность показателя производительности сердца, обусловленной постнагрузкой, позволила нам оценить эффективность инотропной терапии для коррекции гемодинамических проявлений септической кардиомиопатии. Группа стандартной терапии – это группа с валимической поддержкой и норадреналином. В группе воздействия добавляли эпинефрин, добутамин и допамин в индивидуально подобранных дозировках. Получили увеличение инотропного индекса в первые и третьи сутки в группе воздействия и полное исключение инотропной терапии к седьмым суткам. У больных же группы стандартной терапии к седьмым суткам резко возрастала потребность в инотропной терапии. Вазоактивный инотропный индекс в первые сутки в группах не различался. В третьи сутки мы обнаружили статистически достоверное снижение индекса у больных в группе воздействия, что свидетельствовало о сниженной потребности в норадреналине. Сердечный индекс в обоих группах возрастал одинаково. Однако, показатель производительности сердца, обусловленный постнагрузкой, к третьим суткам резко возрастал, входя в границы благоприятного течения у больных с сепсисом. А у группы стандартной терапии оставался умеренно сниженным. И только к шестым-седьмым суткам этот показатель выравнивался. Уровень лактатемии статистически значимо различался в группах к седьмым суткам, а по тяжести состояния больных в группе стандартной терапии была в два раза выше. Таким образом, при прогностически неблагоприятном уровне производительности сердца, обусловленной постнагрузкой, включение в комплекс корригирующих мер инотропных препаратов в индивидуально подобранных дозах обеспечивает улучшение насосной функции сердца и уменьшение клинико-лабораторных проявлений сепсиса. В группах больных, получавших левосиминдан, летальность составила 39%. Предикторами этого являлись АПАЧ-2 выше 19 баллов, СОФА выше 9 баллов, тахикардия выше 114, индекс общего периферического сопротивления 1700 и менее. Нарастание сердечного индекса в двух группах свидетельствовало на 82% по сравнению с исходным. При этом у умерших больных не происходило нарастание других маркеров, а уровень лактатомии оставался высоким. Уровень НТПРО-БНП в группе умерших больных нарастал. В группе выживших больных нарастание сердечного индекса сопровождалось нарастанием других показателей насосной функции сердца, глобальной фракции изгнания и индекса функции сердца. Уровень лактатомии после инфузии существенно снижался и был в нормальных границах значений, а уровень НТПРО-БНП снижался в 4 раза. Таким образом, у больных с септической кардиомиопатией левосимендан обеспечивает значимое увеличение сердечного выброса, но стойкая нормализация показателей насосной функции сердца и улучшение клинико-лабораторных показателей происходит только у больных без тяжелой полиорганной недостаточности, что можно определить по шкалам АПАЧ-2 и СОФА, без клинически значимой тахикардии и снижение общего периферического сосудистого сопротивления. Нами разработан комплексный протокол выявления септической кардиомиопатии, коррекции ее гемодинамических проявлений. Он подразумевает дифференцированный подход у больных с абдоминальным и пульмоногенным сепсисом. При наличии ранних предикторов летальности и контроля НТПРО-БНП при повышении биомаркера выше 5000 пикограмм в миллилитре, у больных с абдоминальным сепсисом этот показатель является универсальным для назначения инотропной терапии с симпатомиметиками, либо альтернативный путь начала транспульмональной термодилюции. У больных с пульмоногенным сепсисом в случае повышения биомаркера это является показанием для дальнейшей лабораторной диагностики и при приросте НТПРО-БНП также начало транспульмональной термодилюции. В дальнейшем два алгоритма объединяются в один. Для увеличения производительности сердца, обусловленной постнагрузкой, выше 80% назначается инотропная терапия с симпатомиметиками. Если этого недостаточно клинических эффектов и нет противопоказаний, добавляется левосиминдан. При увеличении показателя производительности сердца, обусловленной постнагрузкой, больше 80%, можно возвращаться к стандартной терапии. В 2018-2019 году в 54% случаев мы использовали один или несколько диагностических и лечебных мер в любом сочетании. При этом мы выявили значимое улучшение показателей гемодинамики и выживаемости. По тяжести состояния в группах 2014-2016-2018-2019 года разницы не было. Но частота назначения инотропных препаратов в группе 2018-2019 года практически в два раза была выше. При этом мы получили в группе 2018-2019 года снижение летальности на 14%. Внедрение в практику комплекса мер по выявлению гемодинамических проявлений септической кардиомиопатии и нормализации насосной функции сердца с помощью инотропной терапии улучшает результаты лечения сепсиса, снижая 28-суточную летальность. Позвольте выводы и практические рекомендации не зачитывать. Они представлены в автореферате. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Николаевич. И так работа открыта к обсуждению. Какие будут вопросы? Пожалуйста. Спасибо большое. Очень интересная работа. Я с вашим советом пару слов скажу. Я один момент не попонял. Может быть, скажем, отражено было. Вы говорите, что вилосимондан эффективное средство в случае не выраженной полиопрямии недостаточно. Как это соотносится с тем, что сепсис, по концепции сепсис-3, выделяется как жизнеуброжающий остроганным дискумсом следствия инфекции? Вы на этот момент объясните, пожалуйста. Глубко, уважаемый профессор. Дело в том, что механизм действия действительно при сепсисе левосимондана связан с тем, что при легких формах имеется за счет гиперфосфорилирования недостаточность кальция, а при тяжелых формах сепсиса как раз имеется увеличение чувствительности миофиламентов к кальцию. И нам надо было найти те маркеры, которые противопоказаны при введении левосимондана. Мы их нашли. Спасибо большое. Пожалуйста. Действительно, спасибо за доклад. Я с удовольствием на левосимданской ситуации. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать об институте и реаниментолога радиоэлектрического стационара, который определяет сердечный индекс или как это усмолваться, представления о маме и рассчитывать за бюджет. Это мой первый вопрос. Ваш взгляд. Второй вопрос. Я посмотрел и обнаружил, что вы изучали больных в 2014-2016 годах на уровне любопитства. Почему вы не исследовали больных? В 2015-м году, да? И еще такой вопрос. Я теоретический фермент для больных абдоминального сепсиса вы исследовали в двух точках, а в гуманогенном сепсисе в трех точках это тоже так будет. Глубоко уважаемый профессор, начну, наверное, со второго вопроса, почему через год. С 2014-го года мы порядка 12 тысяч историй болезни просмотрели и отобрали для анализа уже 2186, а потом 1851 у нас получилось. Это первое. И достаточно интересная динамика у нас получилась по приросту, например, у больных с абдоминальным сепсисом между 2014-м и 2016-м годом. Затем у нас это же шесть реанимаций участвовало в исследовании многопрофильного стационара. Поэтому, когда открывались новые реанимации, соответственно, другой год брался. Вот у нас так поэтому получилось. По поводу катетеросванганца. Опять же, работа выполнена на базе многопрофильного стационара больницы имени Буянова. Когда огромное количество больных, потоковая система очень сложно технически выполнить, вообще работать с катетером саванганца. Достаточно мало специалистов, которые могут адекватно работать с этим, чтобы не получилось обратной большой и трогенной проблемы. У этих больных, как мне кажется. Поэтому пикомониторинг в этом плане лучше. К тому же, термодилюционный метод одинаковы по своей сути, когда термистер, термодилютант воспринимает. Поэтому, конечно, пикомониторинг понятное, что в огромном научном институте федеральном катетеросванганца у кардиохирургов. Но в обычном стационаре катетеросванганца совершенно точно нет необходимости. НТ-про-БНП. НТ-про-БНП вообще мы выявили, что уровень НТ-про-БНП у больных и с абдоминальным, и с пульмоногенным сепсисом при поступлении уже в 5-10 раз выше нормальных значений в 87% случаев. обычно на этом вообще и останавливаются в многопрофильном стационаре. Когда мы выявили, что максимальным предиктором клиническим значением является его прирост НТ-про-БНП, вот тогда мы начали исследовать дальше абдоминальный сепсис и остановились на том, что у абдоминального сепсиса 5000 пикограмм в миллилитре уже ассоциирован с инотропной терапией, уже ассоциирован, и мы считаем, что этот показатель уже является универсальным для начала симпатомиометической терапии. А у больных с пульмоногенным сепсисом мы такой ассоциированности не получили. Спасибо. У меня еще есть один вопрос. Пожалуйста. Еще скажите, пожалуйста, вот есть критерии включения, критерии исключения. А почему вы включите еще такой критерий не включения? Можете это прояснить? Потому что в процессе обработки данных, например, у нас порядка от 8 до 10 процентов больных сепсисом это были больные с терминальными стадиями онкологических заболеваний. К сожалению, таких больных достаточно много в многопрофильных стационарах. И эти больные мы понимаем прекрасно, что механизмы ответа сепсиса формируются несколько иначе на фоне тяжелой иммуносупрессии и химиотерапии. Поэтому, например, группу таких больных мы исключали. Хотя сперва они полностью подходили по критериям, которые мы... Спасибо. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста. Можно? Конечно. Значит, я правильно поняла, что вы начинали исследование в перспективность 2014 года, а заканчивали? В 2018-2019. В 2018-2019. Это все в перспективе? Нет, это ретроспективное. Мы же поднимали историю болезни. Мы сперва поднимали историю болезни. И потом, в 2018-2019 году на основании разработанного... Простите, что вас перебил. на основании разработанного алгоритма уже тогда получилось исследование. Понятно. И такой показатель, как прокликстанин, вы его не исследовали? Или вы в процессе своих заключили, пришли к вам, что это не показатель при этом исследования? глубоко уважаемый Алина Михайловна. Дело в том, что прокликстанин мы исследовали у всех больных. И это является пока наиболее перспективным маркером все-таки сепсиса. Хотя это дискуссионный, конечно, вопрос. Но уровень прокликстанина в нашем исследовании у всех больных должен был не меньше двух быть. Не меньше? Двух. Не меньше двух. И последний такой ручный вопрос. Вот такие показатели, как уровень центрального венозного давления, термометрия, они не были в докладе указаны, но имело ли значение для этих пациентов в подводе в исполнении ОЦК, снижение сопротивления общего территорического уровня? Очень хороший вопрос. Действительно, в последнее время про центральное венозное давление идут большие споры. Мы использовали этот показатель у наших больных всегда. А термометрия? Тоже. Нет, дело в том, что у некоторых больных ослабленных температура может вообще не подниматься и быть нормальной до задней своей. Поэтому мне было интересно, как нам уже могут быть огромные две тысячи исследований постоянно. как я уже говорил, например, у больных онкологического профиля уже только в терминальных стадиях начинают повышаться температуры. Поэтому да, конечно, мы обращали на это внимание. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста. у меня к вам вопрос, который касается третьего вывода. По поводу эхо-карпезодористского панилина. Все-таки есть такой большой сухар, работа и так далее. Как вы считаете, нужно ли все-таки эхо-карпезодористского панилина, тяжелых тренинг с мозгом больных в мусор и в цептическом состоянии? Или это все-таки такая опция, как вспомогательная и в каких условиях его используют в каких моментах? Как вы считаете? Глубоко уважаемый профессор, мы считаем, что существует два варианта эхо-кардиографического исследования. Первое это прикроватное стандартное исследование переносным простым аппаратом. И второй вариант это аппаратура экспертного класса и соответствующего уровня специалист. Соответствующего уровня специалиста далеко не всегда можно найти в многопрофильном стационаре, когда идет действительно потоковая система, когда порядка ста эхо-кардиографии выполняется, допустим, за сутки. Это в условиях анимационного отделения. Да, в условиях анимационного отделения. Когда в стационаре развернуто 120 реанимационных коек и естественно уровень поступления порядка 80 больных в сутки. И еще раз, то, что Вы говорите, прикроватное, прикроватное, как анимационное нужно? Конечно, нужна. Прежде всего это гипо-иакинезы, нарушения клапана какие-то. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Игорь Николаевич, спасибо за Вашу презентацию, знакомый с вводом Вашей работы. Скажите, пожалуйста, Ваше мнение с точки зрения прикладного, тут понятно, значимая работа. Нет ли основания на основании Вашей работы говорить о северосементаре как необходимость включения его в протокол лечения септического септического септика? В следующем операции. Глубоко уважаемый Алексей Викторович, как мы знаем, больные с септическим шоком составляют от 7 до 8 процентов среди больных с сепсисом по стационарам. Это общемировая статистика и она полностью подтверждается отечественными исследованиями. И действительно мы нашли показатели тяжелой полиорганной недостаточности, при которых действие Лема Семиндана неэффективно. Поэтому я думаю в этом отношении надо будет просто дальше продолжать исследование. Спасибо. Еще вопросы? Представляю слово научному консультанту доктору медицинских наук профессору Игорю Александровичу Козлову. Глубоко уважаемый Елена Зиленко, глубоко уважаемые члены диссерционного совета, глубоко уважаемые коллеги. Традиционно мне надо рассказать о профессиональной деятельности человеческих качествах диссертанта, не касаясь вопросов научного исследования, но я погрешу против истины, если скажу, что наше знакомство состоялось вне связи с наукой, потому что мы работали в разных учреждениях, знакомство наше состоялось 12 лет назад, и исходно Игорь Николаевич обратился ко мне именно с идеей начать большое исследование научное, которое бы позволило улучшить результаты лечения больных сепсисом с использованием транспульмональной термодилюции. Он в это время работал в Буяновской больнице, простым заведующим отделением одной из общих реанимаций, но эта больница непростая, это Зиловская больница, бывшая 12-я, который традиционно в Москве являлся таким ведущим учреждением среди многопрофильных стационаров, и у них реально на потоке стояла транспульмональная термодилюция, закупались наборы, киты, и этот метод просто использовался в процессе лечения больных, что достаточно большая редкость для московских и тем более немосковских стационаров. Ну, вот с этого начались наши контакты, которые, надо сказать, стали очень плодотворными, потому что Игорь Николаевич проявил себя как очень думающий, заботливый, высокоэрудированный врач. Он привлекал меня достаточно часто не просто как консультанта по научным вопросам, но и как врача, поскольку вопросы... Он ко мне обратился именно как эксперту в вопросах гемодинамики, и в сложных ситуациях, когда надо было разобраться и скоррегировать состояние кровообращения у больного. Я оказывал и консультативную помощь, участвовал в консилиумах, бывало, что мы и ночью с ним разговаривали, обсуждали какие-то вопросы. И, в общем, я могу сказать, что, ну, в общем, проделавший вот эту довольно серьезную карьеру человек за 12 лет от заведующего реанимации до главного врача крупнейшей московской инфекционной больницы, это действительно очень незаурядная личность. Ну, наложился ковид, во время ковида он стал одним из ведущих российских специалистов в области лечения ковида, с одной стороны, с другой стороны, ковид, конечно, несколько отодвинул работу над диссертацией, потому что в этот период было ни до чего во время этой пандемии, и поэтому, может быть, последний год, который был проанализирован, это 19-й год, и защита планировалась несколько раньше, но уж как получилось, так получилось. Я могу очень хорошо охарактеризовать все те высокие профессиональные качества Игоря Николаевича, которыми он обладает, а человеческие его качества чрезвычайно приятны, и это действительно зрелый, высокоэтичный, заботливый о больных, соблюдающий медицинскую этику и донтологию, специалист и человек с большой буквы. А уж о диссертации о работе судить вам. Спасибо за внимание. Спасибо, Игорь Александрович. Динара Шевкатна, огласите, пожалуйста, отзывы, которые поступили в адрес нашего центра на эту работу. в диссертационный совет поступил отзыв из Национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Это как организация, на кафедре которой была выполнена эта работа. Она отмечает актуальность, поскольку сепсис является одной из наиболее значимых проблем современной медицины, влияя на исходы интенсивной терапии большинства критических состояний. Септическую кардиомиопатию, судя по данным в литературе, так и не удалось ввести в повседневную практику в качестве актуального патологического состояния, требующего в каких-либо рутинах оценки лечения. Таким образом, рецензируемая диссертационная работа является крайне востребованной, а ее актуальность несомнена. Отмечается связь с планом исследовательских работ университета имени Пирогова, а также личное участие в получении научных результатов, когда Тюрин проявил себя добросовестным, вдовчим, внимательным исследователем. Отмечается также степень достоверности научных положений выводов, поскольку основана работа на обследовании 2186 больных сепсисом, из них 1851 с осложнившимися различными заболеваниями. Они все были госпитализированы в отделении реанимации интенсивной терапии больницы имени Буянова. Методики исследовали инвазивные и неинвазивные методы мониторика кровообращения, прикроватную эхокардиографию, определение содержания в крови прокальцитанина, неактивной части предшествия к натриюритического пептида B-типа и других биомаркеров. Был использован развернутый статистический анализ, используемый методом сравнительной статистики, корреляционного анализа и логистической регрессии и рок-анализа. Отмечает эту степень научной новизны, представляет собой новаторский научный труд, в принципе, рассматривающий центральную гемодинамику при сепсисе и, прежде всего, септическую кардиомиопатию на новом научно-исследовательском уровне. Впервые продемонстрирована роль ранних расстройств насосной функции сердца и ассоциированных факторов в последнем течении сепсиса. Установлены отличительные признаки неблагоприятного клинического течения сепсиса. Впервые обоснованы алгоритмы диагностики ранных проявлений сидящей кардиомиопатии. Впервые представлены варианты секреции миокардиального B-типа натуреотических пептидов. Впервые утвержден принцип поддержания прогностически благоприятного уровня значимых гемодинамических параметров. Также практическая значимость. Также здесь все. Первое. В работе сформировано сложный насос четкий алгоритм оценки интенсивной терапии. Дальше. Сформированы дифференцированные пути оценки риска тяжелых гемодинамических расстройств. Дальше. Продемонстрировано алгоритм эффективного применения транспульмональной термодилюции. Дальше. Показана возможность использования B-типа натриуретических пигментов. Показана целесообразность и опасность применения левосиминдана. Даны рекомендации диссертации к защите с учетом научной зрелости соискателей. Рекомендовано защищаться в нашем центре по специальности ансозиологии и ренематологии. И постановили, что диссертация содержит решение важной научной проблемы контроля и коррекции кровообращения при тяжелом сепсисе. И это решение имеет важное значение для анестезиологии и ренематологии и здравоохранения в целом. Соключение было принято на научно-практической конференции сотрудников кафедры анестезиологии и ренематологии факультета дополнительного профессионального образования Умедзинского университета имени Пирогова. Присутствовало 16 человек за 16 все за. Было проведено под председательством процентка Дениса Николаевича заведующего кафедры анестезиологии и ренематологии этого факультета доктора медицинских наук. Поступил отзыв о научно-практической ценности от ведущей организации в качестве ведущей выступал Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского отзыв был обсужден и одобрен на заседании проблемной комиссии по специальности анестезиологии и ренематологии этого центра и подписан заведующим отделением анестезиологии и ренематологии с палатами реанимации и интенсивной терапии этого центра профессором плотником Георгием Павловичем отзыв положительный замечаний не содержит также отмечают что диссертация представляет большой интерес поскольку разработан комплексный протокол предусматривающий дефилицированный подход к оценке состояния больных с различными вариантами сепсиса для выявления септической кардиоэпатии и последующей коррекции ее гемодинамических проявлений отмечается новизна исследований что впервые доказана необходимость при дифференцированном подходе впервые применен метод центральной гемодинамики со сниженной инвазивностью и неинвазивно лабораторный мониторинг впервые и так далее отмечается научно-практическая значимость исследования принципиально важным научным результатом является доказательство связи нарушения сократительной функции сердца с клиническими исходами абдоминального и пульмоногенного сепсиса уже на ранних стадиях развития осложнения до развития отчетовых проявлений септического шока особенно важным представляется практическое снижение сниженного до уровня менее 80% показателей производительность сердца обусловленная постнагрузкой который рекомендован автором не только в качестве количественного признака септической кардиоэпатии но и ориентира для коррекции с помощью инотробных лекарственных средств диссертатам доказано что внедрение в практику комплекса мер по выявлению септической кардиоэпатии и коррекции гемодинамических проявлений обеспечит снижение 28-суточной летальности при сепсисе на 14% и рекомендует что результаты могут использоваться при подготовке студентов врачей клиноординаторов анастезиологи ремотологов в системе после дипломной подготовки ну так же подчеркивает тисковерность поскольку очень большой контингент больных и данные рекомендации ну а то что в учебный процесс я уже сказала и рекомендуется также применять могут применены в практическую деятельность отделения анастезиологии реанимации стационаров различного профиля и уже применяется в ГКБ имени Буянова а также в кардиореанимации и интенсивной терапии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского и заключает что диссертационная работа представлена на усыскании ученой степени доктора медицинского по анастезиологии и ремотологии является самостоятельной и законченной наушно-квалификационной работой в котором на основании приведенных автором исследований решена актуальная проблема имеющая важное значение для специальности анастезиологии и ремотологии определены критерии контроля и возможности коррекции кровопрощения при тяжелом сепсисе проблема также имеет значение для зоохранения в целом поступил целый ряд отзывов на автореферат поскольку они все положительные рекомендую диссертацию положительным решением по защите и замечаний не содержит я прочту только кто их дал первый отзыв дал доктор медицинских наук профессор член-корреспондент ран заведующий кафедрой анестезиологии и ремотологии из петербургского института Киров Михаил Юрьевич следующий отзыв представил доктор медицинских наук доцент заведующий кафедрой анестезиологии и неотложной медицины факультета дополнительного образования Армапо Власенко следующий отзыв дал Соколорский профессор кафедры анестезиологии и ремотологии института имени Хлифосовского и также из первого медицинского университета имени Сеченова еще один отзыв поступил из Екатеринбурга от заведующей отделением анестезиологии и реанимации профессора доктора медицинских наук из Свердловска областной клинической больницы номер 1 он также заслуженный врач Ли Гид и последний отзыв представил Шабанов ведущий научный сотрудник отделения общей реанимации заместитель главного врача на седеологии и ремотологии не имени Скафосовского доктор меднаук все они положительные замечания не содержат все рекомендуют положительное решение по защите спасибо Динара Шавкатна и я представляю слово официальным оппонентам Бабаев Максим Александрович доктор медицинских наук главный научный сотрудник отделения реанимации интенсивной терапии номер 2 российский научный центр хирургии меня академика Петровского пожалуйста Уважаемый Елена Зереховна уважаемый член ученого совета Игорь Николаевич Игорь Александрович уважаемые гости я мне очень приятно я очень благодарен за приглашение выступить официальным оппонентом на этом ученом совете и также для меня большая честь выступить оппонентом этой работы я объясню почему я так говорю потому что на мой взгляд на настоящий момент эта работа представляет собой ну самый интересный и самый наверное методически правильное выполненное исследование по сепсису в России это вот мое личное убеждение которое как выяснилось подтверждается и моими коллегами мы сегодня беседовали с Вадимом Витальевичем Кулаубаховым на другом съезде обсуждали эту работу я просто сообщил что я сегодня иду на ученый совет мне кажется что это огромная работа сделанная за много лет которая не просто показывает проблему сепсиса объясняет ее важность это динамическое исследование которое прошло несколько периодов периодов причем в которых сепсис трактовался по различным рекомендациям и периоды 2014 года сепсис 2 и сепсис 3 совершенно в неком другом контенте восприятия этого состояния мне кажется что вообще попытка взять и взяться за эту работу уже заслуживает глубокого уважения и забегая наверное вперед я вот уже говорю диссертанту что мне бы очень хотелось иметь на столе эту диссертацию в виде отдельной монографии потому что это действительно огромный законченный и самое главное методически очень выверенный и правильный труд та цель которую я не буду останавливаться на актуальности проблем потому что наверное это совершенно бессмысленно в этих стенах это только займет время но та цель которую поставил диссертант и его научный консультант улучшить результаты лечения больных сепсисом ну наверное совсем масштабная цель но она выполнена на 14% в специально проведенном исследовании которое завершает эту работу было показано что тут путь и те методы которые были выбраны они были правильны действительно что этому способствовало это способствовало разработка внедрению комплекса диагностических и лечебных мер а не на вы да нет мы просто их рассмотрели совершенно с другой стороны рассмотрели с той правильной стороны когда берется не гетерогенный пул пациентов а для каждого метода выбирается правильный шаг причем в этой диссертации столь детально доказано почему этот шаг правильный а и такой показатель взят в качестве критерия что наверное эта диссертация я опять же говорил уже об этом она может быть вот для меня является на настоящий момент неким образцом того как должны быть написаны как и кандидатские докторские диссертации почему я так говорю потому что опять возвращаюсь к термину гетерогенность который всегда звучит теперь в контексте сепсиса и на мой взгляд это является неким научным научной значимости этого исследования потому что удалось из этой гетерогенной когорты собрать те когорты которые были по каким-то признакам и доказать по факторам риска они были обсуждаемы это очень важно это тот пример когда мы можем несмотря на такие трудности несмотря на то что это исследование не геномное не протеомное исследование оно основано на тех параметрах и клинических и лабораторных которые мы каждый день с вами можем посмотреть в обычной городской больнице при потоке 80 госпитализации в сутки мы можем все-таки вычленить не только группы по абдоминальному сепсису пульбоногенному сепсису но внутри этих групп мы можем найти пациентов которые на данный момент нуждаются в нашем непременном контроле и отсеять группу пациентов которые могут быть так сказать для которых может быть проведена некая стандартная терапия здесь говорилось о том что диссертант это говорили в отзывах уже многочисленных отзывах мне очень радостно что столько людей отреагировало на эту работу например точно так же как и я что те показатели которые были дискутабельны последние 10 лет они на мой взгляд они не просто мы завершили исследование по ним мы поставили некую точку в тех вопросах которые мы обсуждали последние 10 лет но это эти вопросы дальше предполагают исследования этих замечательных очень интересных показателей которые обладают ваотропными эффектами на которых мы можем дальше развивать свои какие-то научные исследования я имею ввиду это и НТ про БНП я имею ввиду это и фармакологические препараты такие как левосиминдан и такие показатели гемодинамики обсуждаемые которые являются расчетными мне очень импонирует что в этой диссертации применен признак который чаще всего используется как раз в кругу генетиков и молекулярно-биологов это методология обогащения одного показателя другим показателем и доказательство верности выбранного решения точно так же как вот уже возникли сегодня вопросы а стоит ли применять эхокардиографию если она не показала какие-то жесткие рамки жесткие какие-то критерии да конечно стоит потому что мы можем заведомо выбрать группу больных которым нужно на основании клиники лабораторных показателей делать более детальные исследования более инвазивный мониторинг и так за каждым шагом в этой диссертации как вы понимаете конечно мой отзыв о этой работе будет положительным но как первый оппонент я обязан соблюсти наверное все ремарки сказать что диссертация изложена на 322 страницах состоит из введений семи глав собственных исследований действительно понятно что эти исследования собственные и диссертант работая в больнице имени Буянова в должности заведующего отделения явно эти исследования сам прогнозировал явно собирал самостоятельно эти результаты диссертация иллюстрирована множеством таблицы график указатель литературы включает 327 источников из которых 50 отечественных эти источники актуальны и своевременны первая глава обзора литературы по теме диссертации мне было очень интересно тем более что в этой главе в этом обзоре литературы посвящено много места это проблеме сепсиндуцированной кардиомиопатией которая наверное является краеугольным одним из краеугольных камней в кардиологии в интенсивной терапии уж это точно потому что те дифференциальные диагнозы которые обычно в клинической практике мы путаем с этим состоянием они тоже многогранные они тоже очень яркие но это состояние имеет совершенно собственный прогноз и собственную методологию лечения здесь нужно лечить основное заболевание перед тем как и протезировать функцию сердца как-то помогать сердечным мышцам и этому с различных сторон посвящен прекрасно написанный обзор литературы но останавливаться на материалах и методах наверное не имеет смысла потому что я уже рассказал что там методология и тот план тех исследований восьми исследований которые были проведены они очень правильны они доказуемы они показывают совершенство этой работы я не боюсь этого слова потому что эта работа действительно произвела на меня очень большое впечатление каждая глава посвящена отдельной проблеме как и отдельное исследование имеет собственные заключения имеет совершенно аргументированные выводы тем более что каждая из этих восьми работ которые проходили они сделаны на достаточном количестве пациентов эти пациенты очень четко рандомизированные и выводы которые делает диссертант совершенно полноценны выводы всей диссертации достаточно аргументированно основанно на полученных результатах и абсолютно каждый вывод каждая работа соответствует тем задачам исследования которые были поставлены автором и научным консультантом мне кажется что те практические рекомендации которые сегодня уже озвучены и та дискуссия которая была сегодня по ним они должны быть реализованы в практике значительно шире и какие-то кроме той монографии о которых я говорил наверное должны быть выпущены методические рекомендации которые позволят в практическом здравоохранении реализовать так успешно опробированные результаты этого исследования и в заключении я хочу сказать что диссертационная работа Тюрина Игоря Николаевича оценкой коррекции центральной гемодинамики при сепсисе является самостоятельным законченным научно-квалифицированным трудом в котором решена важная научная проблема контроля коррекции кровообращения при тяжелом сепсисе имеющая важное значение для специальности анестезиологии реаниматологии диссертация полностью соответствует всем требованиям предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук согласно пункту 9 положение 7 присуждение ученых степеней утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 24-13 номер 842 с изменениями дополнениями 18 марта 23 номер 415 а сам автор Тюрин Игорь Николаевич заслуживает присвоение ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.12 анестезиологии реаниматологии от себя лично я бы очень хотел сказать поблагодарить за эту работу Игоря Николаевича и надеяться что несмотря на столь загруженный график его нынешней должности он не оставит эту проблему и продолжит свою работу большое спасибо спасибо Максим Александрович Игорь Николаевич хотя здесь не было никаких замечаний тем не менее вам представляется возможность сказать несколько слов глубоко уже Максим Александрович спасибо вам большое за то что вы столь глубоко столь серьезно провели анализ нашего исследования ваши пожелания мы обязательно выполним спасибо А можно я вам короткий вопрос задам в связи с этой рецензией замечательной рецензией очень неполной но как раз Максим Александрович говорил о том что доступные методы относительно доступные были использованы не какие-то такие виртуальные но вот у вас есть одна из опубликованных работ и она анализирует генетические особенности генетические полиморфизмы предполагающие разные особенности течения сепсиса ну по крайней мере в это исследование оно не вошло но в качестве вашей работы значится какие-то комментарии есть у вас на эту тему глубоко уважаемая Елена Зеликовна это была совместная работа с ней и общей реаниматологией с ней и общей реаниматологией у нас был клинический материал а генетические исследования уже да понятно но и нашли какие-то генетические предикторы разного течения или это сложный вопрос мы работаем над этим спасибо большое и разрешите мне предоставить слово официальному оппоненту Марину Владимировне Петровой доктору медицинских наук профессору заместителю директора федерального научно-плинического центра реаниматологии и реабилитологии добрый день уважаемые Елена Зеликовна глубоко уважаемые члены диссертационного совета коллеги гости в данном диссертационном совете я выступаю первый раз оппонентом и я очень благодарю председателя диссертационного совета очень благодарю членов ученого совета за представленную возможность и за представленное доверие и так сепсис ну сегодня уже много так говорили и я второй оппонент наверное мне уже тут повторить если я буду повторяться то это будет неправильно но тут просто и добавить нечего я просто уточню наверное в этой аудитории никто вообще нет ни одного человека кто бы не знал что это вообще совершенно такая проблема которую мы вот так сразу решить-то и не могли и не смогли и каждое десятилетие у нас накапливаются какие-то результаты которые мы опубликовываем которые мы опробируем которые мы обсуждаем а собственно говоря летальность-то при сепсисе как не особо-то уменьшается и мы понимаем что вот это многогранное состояние многоликое крайне тяжелое состояние оно вообще не допускает оплошности в лечении и не допускает оплошности вот в какой-то такой диагностике абы как и поэтому вот эта работа тем хороша что в многопрофильном стационаре там где огромная текучка там где огромное количество врачей у которых да есть методические рекомендации есть какие-то протоколы лечения но все равно они имеют какой-то допуск что-то мы выполнили что-то мы не так посмотрели и что-то не сделали но вот сепсис как раз не допускает этой всей небрежности и вот эта работа подчеркивает то что вот сейчас объединив все те знания которые мы знаем о сепсисе и так четко и дифференцированно определить индивидуально все протоколы и позиции я считаю что это главная заслуга Игоря Николаевича и за это я наверное надо в конце благодарить но я сразу скажу что работа мне очень понравилась и спасибо Игорь Николаевич за то что вы предоставили практическим врачам такой хороший инструмент для того чтобы они все-таки правильно определились в слове сепсис и к нему очень бережно и грамотно относились и конечно любая работа наверное которая будет касаться сепсиса на сегодняшний день будет актуальна и когда мы говорим об актуальности работы Игоря Николаевича в первую очередь прозвучало миокардиопатия и мы понимаем что мы слышали про миокардиопатию мы обсуждаем ее в литературе но мы на сегодняшний день вот как кто-то сказал уже прозвучало в отзыве мы ее в практическую эту медицину еще не впустили и мы говорим это слово но алгоритмы применения применения лечения этой миокардиопатии именно при сепсисе мы еще пока не употребляем что мы сегодня знаем о сепсисе достаточно много мы же понимаем что инвазивный инвазивный мониторинг хорошо мы понимаем что у нас среди всего гидрогенного многообразия сепсисов мы выделяем какие-то определенные фенотипы надеваем на них фенотипические маски мы даже пытаемся внедрить такой термин как терагностика сегодня прозвучал кто-то про Кулабухова это его теперь любимый термин но он правильный термин потому что используем мы молекулярные инструментальные диагностические разные тесты для чего для того чтобы подобрать правильную целенаправленную терапию для отдельных популяций септических пациентов и сделать выбрать такую группу группы с индивидуальным лечением это достаточно сложно Максим Александрович на этом остановился не буду дальше останавливаться но представлена эта работа вот в свете вот этих последних тенденций и свежей современных тенденций видно что она крайне необходима она крайне актуальна и самое главное что она крайне своевременна потому что мы наработали много каких-то моментов которые надо было подытожить которые надо было четко совершенно определить и сделать правильные выводы и с научной точки зрения работа несомненно велик ее научный потенциал и когда мы смотрим на анализ публикации по лечению сепсиса и по лечению септической кардиомиопатии то мы понимаем что вот расстройства гемодинамики они конечно самые главные в патокинезе сепсиса но мы то понимаем что мы их видим мы их знаем но мы ничего в последние годы не предложили для того чтобы их каким-то образом по-другому трактовать и каким-то образом изменить наши подходы для уменьшения летальных исходов и поэтому я думаю что дополнительно какие-то тесты которые мы читаем в литературе которые мы предлагаем они наверное хороши но системно подходить к тому чтобы оценить эту мелкардиопатию в качестве такого актуального патологического состояния удалось только вот в этой работе и многие вопросы которые собственно говоря многие вопросы которые мы ставим по по поводу генодинамических изменений при сепсисе мы всегда делаем сейчас такое наверное неправильно сказала мы всегда делаем такой акцент на септическую кардиомиопатию и вот это наверное самое такое вот тут позвучало слово новаторская работа мне тоже это понравилось слово она действительно абсолютно новаторская я-то ее оценил как абсолютно новую но тут наверное более емкое слово и я поэтому ее еще раз подчеркиваю что это новаторская когда вот мы получили здесь во всей этой диссертации новые знания новые фундаментальные знания и проложили такой вот короткий сложный но короткий и очень четкий алгоритмический путь к прикладной науке и мы собственно говоря вот эти знания которые там изложены на 322 страницах мы их применяем и можем применить сейчас смело на практике и вот в этом перекликается и научная новизна этой работы и собственно говоря самая главная практическая значимость про работу тут очень уже много сказали но я все-таки подчеркну что очень четко вот совершенно грамотно и наверное понятно и ординатору и аспиранту и профессору преимущество недостатки различных общепринятых методов оценки центральной внутрисердечной гемодинамики иногда читаешь и понимаешь что собственно говоря даже мы не все учитывали в своей жизни когда лечили этих пациентов и путь оценки риска тяжелых гемодинамических расстройств тут очень тоже четко прописан тут прямо путеводитель для врача как надо действовать в той или иной ситуации ну и тут уже много говорили про прикроватную эхокардиографию да сейчас такой век что нужна прикроватная кардиография это абсолютно точно но мне импонировала вот честность этой диссертации и то что все-таки сепсис это такое состояние когда все-таки необходим инвазивный метод лечения инвазивный метод мониторинга потому что он более точный и мы практически лечим состояние экстемпора вот что видим так в это время и надо что-то менять потому что потом будет поздно и собственно говоря то же самое я хочу сказать про натриуретический пептид разделить сепсис на пульмоногенный и абдоминальный наверное было не очень сложно но тем не менее выделить его особенности вот как выделено у Игоря Николаевича это вообще очень дорогого стоит и наверное и для научной точки зрения и для практической и самое главное что предикторная значимость инвазивный про БМП она проявлялась именно к четвертым пятым суткам когда нам всегда сложно сказать куда же мы идем что же мы упустили и что же нам надо еще сделать чтобы в общем этот больной как-то двигался туда куда мы хотим то есть в сторону улучшения и поэтому вот это важное это важный вывод очень сделан для практического врача потому что у врача всегда перед глазами есть вот такой тонкий важный и чувствительный маркер определения состояния состояния течения сепсиса и по поводу достоверности результатов конечно они совершенно достоверны тут уже тоже очень много про это говорилось но когда читаешь диссертацию ну просто вызывает уважение та щепетильность ко всем ко всем статистическим методам к объяснению всех этих статистических методов к применению методов в различных группах по различным показаниям и так далее и количество пациентов количество наблюдений впечатляет в общем тут 2000 пациентов тут разные цифры около 200 вот это больные с тяжелым сепсисом эти данные получены валенными методами диагностики валенными методами мониторинга и самое главное что вот эксперты которые наверное смотрели эту работу они тоже видимо как-то убедились в том что это удивительные методы статистической обработки но мне понравилось это потому что эти методы они были понятны они были убедительны и они очень просто и наглядно показывали и отражали те изменения которые хотел сказать автор и вот это наверное тоже удивительная часть работы потому что не во всех вернее никак не во всех ни в каких диссертациях я вот такой четкой статистической обработки еще не находила вот если быть совершенно точной вот и поэтому очевидно что все результаты получены в ходе исследования они несомненно достоверны они логически правильно интерпретированы и они несомненно им можно доверять то есть вот это прямо еще раз повторюсь что это прямо реальный практический учебник для практического врача но про структуру содержания мы договорились что я не буду отвлекать ваше внимание я ничего нового не скажу я просто скажу что написано диссертации удивительно удивительным языком литобзор читает литературный обзор читается просто как вот бестселлер какой-то совершенно интересный совершенно одна мысль выходит из другой это не набор каких-то таких литературных вещей которые необходимо отразить а это очень логично связанная история и сепсиса и септической миокардиопатии и собственно когда это все читаешь понимаешь что как же раньше мы так не видели не выделяли этого фрагмента при практической медицине я повторяю и когда я дальше ну диссертации есть выводы которые точно соответствуют задачам это все точно очень красиво выверено и под теми диссертации написано опубликовано 20 печатных работ работы эти мы все знаем работы как бы наверное мы все росли и не росли мы даже в моем возрасте сложно сказать росли вот но мы все воспитывались и видели эти работы и они не проходили для нас как-то мимо сама диссертация вот я уже повторюсь очень написана грамотным хорошим русским языком и там есть очень четкие определения она отличается тем что научные определения четкие определения очень значимые и когда мы обсуждали эту работу в совместных каких-то обсуждениях то я могу заметить что автором я отмечу что автор очень был внимателен и у него было очень активное взаимодействие и поэтому у меня были какие-то вопросы но которые вопросы какие вопросы были мы их уже давно разрешили на этапе подготовки к защите поэтому вопросов сегодня у меня диссертации совершенно нет это неудивительно потому что она замечательная замечаний тоже естественно нет даже никаких даже никаких там статистических стилистических ошибок нету и я еще тоже от себя хочу сказать что эта работа ну я получила огромное удовольствие занимаясь и читая ее и когда подготавливала вот это заключение и наверное я не могу сказать такого побольше бы таких работ но наверное побольше бы таких людей которые на таком посту как сейчас занимает Игорь Николаевич успевал сосредоточиться сделать и наверное совокупить все свои знания те которые он получил получал до этого и получает сейчас в общем в такой фундаментальный правильный и очень интересный труд и поэтому в заключении я вот прочитаю слова чтобы ничего не забыть диссертация Тюрина Игоря Николаевича на тему оценка и коррекция центральной гемодинамики при сепсисе выполненная под руководством доктора медицинских наук профессора Козлова Игоря Александровича является законченным научно-квалификационным трудом содержащим решение актуальной проблемы современной медицины контроль и коррекция кровообращения при тяжелом сепсисе диссертация выполненная Тюрина Игоря Николаевича полностью соответствует всем требованиям которые предъявляются к диссертации на соискание степени доктора медицинских наук согласно пункту 9 положение 7 о принуждении обрисуждении ученых степеней утвержденном постановлению правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года номер 842 с изменениями и дополнениями от 18 марта 2023 года номер 415 а сам автор Игорь Николаевич Тюрин заслуживает присвоение ученой степени доктора медицинских наук по специальности анестезиология и реаниматология спасибо Игорь Николаевич за такую прекрасную работу Спасибо большое Марина Владимировна Игорь Николаевич Вам слово Глебокова уважаемая Марина Владимировна действительно слова признательности за столь серьезное столь логичное исследование нашей диссертационной работы Спасибо большое Представляю слово официальному оппоненту доктору медицинских наук профессору Дмитрию Кирилловичу Аловскому заведующему отделением анестезиологии и реаниматологии Московского многопрофильного клинического центра коммунарка Пожалуйста Глубоко уважаемая Елена Зеликовна глубоко уважаемые члены диссертационного совета коллеги дамы и господа диссертант в первых словах мне конечно хочется поблагодарить за доверие что диссертационный совет позволяет мне оппонировать такую серьезную и очень интересную работу большое спасибо и прежде чем приступить к обсуждению работы Игоря Николаевича мне хочется ну такой небольшой экскурс наверное в терапию сепсиса и то что прошла мировая наука и практика в лечении септических состояний и септического шока и сепсиса когда в 2001 году Эммануэль Риверс опубликовал свою работу по целенаправленной терапии сепсиса а эту работу знают в серии аниматологи наверное сложилось впечатление что вот мы нашли это решение не важно какие-то пациенты разновозрастные 18 лет 30 лет 60 лет мы разработали такую методику что да первым этапом мы больного нагружаем жидкостью не получается мы подключаем кардиотоники левозапрессоры не получается мы повышаем уровень гемоглобина и всем больным будет хорошо и эта работа же приняла и компания переживем сепсис очень много эта работа цитировалась и в свое время она была самой цитируемой работой журнала New England Journal Medical и когда практические врачи стали использовать этот протокол оказалось что не так все просто не так все просто и мы в своей так как я работаю и в педиатрии со взрослыми пациентами мы пытались этот протокол адаптировать к педиатрии не так все просто если 16-летний подросток да он переживет такую инфузионную нагрузку ребенок 2-х лет 3-х лет он ее не переживет а что говорить о пациентах новорожденных и с этим же столкнулись доктора которые работали с геронтологическими пациентами они тоже не переживают нагрузку инфузии если у маленького ребенка контрактильность миокарда снижена то у взрослого пациента 65 плюс 75 плюс да уже инволюция миокарда которая тоже не позволяет пережить вот эту инфузионную нагрузку и конечно же мы сейчас должны говорить не об общем подходе не о каком-то стандарте лечения сепсиса а об индивидуальном подходе и о персенофикации терапии сепсиса и вот эта нить она проходит через всю работу уважаемого диссертанта и конечно же теперь перейдем к ключевым моментам посвященным актуальности научной новизне практической значимости работы Игоря Николаевича об актуальности говорить конечно же не приходится об этом все знают и практически все члены диссертационного совета по специальности анестезиология и реаниматология задали вопрос Игоря Николаевича это говорит о том что это действительно интересно это вызвало дискуссию у докторов а то что уровень летальности в мире остается практически на постоянном уровне конечно же говорит о том что исследования Игоря Николаевича наверняка не закончены они будут продолжаться они будут продолжаться его учениками и мы еще узнаем много и много о терапии сепсиса конечно же самое главное когда мы лечим больного в критическом состоянии для реаниматолога важно построить правильный гемодинамический профиль гемодинамический профиль это основа и когда мы первый раз использовали транспульмональную термодилюцию и полностью сложился вот у меня как у еще молодого врача скажем так пазл гемодинамики что происходит с пациентом и становится ясно какую помощь мы ему должны оказать мы ему должны дать инфузионную нагрузку мы ему должны наоборот уменьшить инфузионную нагрузку дать ему кардиотоники мы видим низкое общее периферическое сопротивление мы ему даем норадреналин у нас нет другого выхода как построить нормальный хороший гемодинамический профиль и на этой основе выстроить свою терапию если говорить о структуре диссертации конечно же она построена на большом клиническом материале и мне очень понравилось что вот эти главы собственных исследований они логично вытекают друг от друга да сначала мы видим эпидемиологический и микробиологический пейзаж отделения то есть даже это не отделение а всей клинике где работал Игорь Николаевич потом мы видим микробиологический пейзаж потом мы видим как исследуется гемодинамика сначала не инвазивная а потом инвазивная мы видим лабораторный мониторинг который помогает нам разобраться действительно Действительно, это проблема миокардиальной дисфункции или, как сейчас уже принято говорить, септической кардиомиопатии. Конечно, нам в лаборатории помогает НТ-ПРО-БНП и показана та точка отсечения, которая должна учитываться врачами при диагностике септической кардиомиопатии. Это около 5000. Мы видим, что прогностически значимым будет являться снижение сердечного индекса менее 2,5 литров на метр квадратный. И дальше после всех диагностических исследований Игорь Николаевич переходит к подбору терапии у этих пациентов. И, конечно, работа заканчивается оценкой летальности, сравнением ретроспективный и проспективный групп. И, конечно же, большой успех, что наши коллеги получили снижение летальности практически на 14%. Это очень и очень хороший результат. Конечно же, кульминацией этой работы является глава, посвященная транспульмональной термодилюции, где автор действительно, сегодня уже не один раз звучало это слово новаторский, впервые применил расчетный показатель производительности сердца, обусловленный постнагрузкой. Не очень, честно говоря, нравится вот этот подстрочный перевод. Мне кажется, что это работа сердца, обусловленная ОПСС, потому что нам очень важно понять, когда у нас снижается ОПСС, что происходит с сердечным выбросом. То есть, если мы видим пациента с низким ОПСС 800 и сердечным индексом 6,6, это замечательная картина, значит, все у нас в порядке, то есть абсолютно адекватная реакция организма на снижение ОПСС повышением сердечного индекса. А когда мы видим низкое ОПСС, да еще на фоне инфузии норадреналина, сердечный индекс находится в нормальном диапазоне, 3,5, 4, и здесь, а мы видели таких пациентов, и здесь начинается у реаниматолога тревога, что нам, наверное, этого норадреналина не хватает, и происходит что-то не так. И вот она здесь диагностическая и практическая значимость этого показателя, потому что мы должны понять, насколько адекватно повышается сердечный индекс в зависимости от снижения ОПСС. И, конечно же, здесь приходит точка приложения инотропным препаратом, который мы должны подключить немедленно, если мы видим вот такую дисфункцию или вот именно, как мы сейчас уже говорим, признаки септической кардиомиопатии. Относительно левосиминданы, он абсолютно согласен с автором, что, конечно, этот препарат не для лечения сепсиса и, конечно, не для лечения септического шока. Да, мы увидим кратковременное повышение сердечного индекса, честно говоря, и, конечно, уже когда есть признаки органной недостаточности, конечно, ему абсолютно согласен, что этому препарату не место. Коротко скажу о статистическом анализе. Мне очень понравилось, что, когда читаешь диссертацию, очень много рок-кривых. А рок-кривые нам помогают понять, действительно, это то, что нам нужно. Напомню, что это пришло из радиолокации во Вторую мировую войну, когда надо было отделить сигналы вражеских суден просто от шума, да, или, проще сказать, зерна от плевен. И здесь мы видим достаточное количество рок-кривых и с очень хорошей площадью под кривой, когда автор говорит о том, что, да, этот показатель важен, как, например, производительность сердца, обусловленная постнагрузкой, на которую надо ориентироваться в своей тактике. И, конечно же, это еще больше украшает эту диссертационную работу. И все-таки у меня, конечно, остались вопросы. И принципиальных замечаний у меня по работе нет. Конечно, там есть некоторые неудачные обороты, есть опечатки, но все-таки я хотел бы, Игорь Николаевич, услышать ответ на следующий вопрос. Мы сейчас достаточно много в различных публикациях видим о расширении показаний к применению бета-блокаторов. Да, это и применение бета-блокаторов при черепно-мозговой травме, у пациентов с ожогами. И ваше мнение, есть ли точка приложения препаратам этой группы бета-блокаторов при сепсисе? И в заключении хочу сказать, что работа мне очень понравилась. И прошу диссертационный совет ее поддержать. И, как и предыдущие оппоненты, зачитаю те обязательные слова, которые оппонент должен произнести. Диссертационная работа Тюрина Игоря Николаевича на тему «Оценка и коррекция центральной гемодинамики при сепсисе», представленную на соискании ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.12 «Анестезиология и реаниматология», является законченной, самостоятельно выполненной, научно-квалифицированной работой, в которой на основании выполненной авторов исследований содержится решение крупной научно-практической проблемы, оптимизации подходов к выбору методов интенсивной терапии сепсиса у взрослых пациентов путем разработки и внедрения в клиническую практику комплекса диагностических и лечебных мер, обеспечивающих выявление и коррекцию гемодинамических нарушений, направленных на улучшение ближайших и отдаленных результатов лечения, имеющих важное значение для анестезиологии и реаниматологии и клинической медицины в целом. По актуальности, научной новизне, практической значимости, уровню внедрения и объема диссертации соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени доктора наук согласно пункта 9 положения о предсуждении ученых степеней, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.13 номер 842 в текущей редакции и о порядке присуждения ученых степеней. А ее автор Тюрин Игорь Николаевич заслуживает присвоение ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.12, анестезиология и реаниматология. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Кириллович. Игорь Николаевич, пожалуйста, Вам слово. Глубоко уважаемый Дмитрий Кириллович, очень серьезный вопрос, который требует, наверное, отдельного серьезного, серьезно проработанного методически исследования по использованию бета-блокаторов, потому что и в отечественной, и в зарубежной литературе сейчас этому посвящается последние, наверное, 10 лет, огромное значение. Мы в своей работе бета-блокаторы не применяли. Спасибо, Вы надеялись. Я думаю, мы этим тоже займемся. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы имеем возможность обсудить диссертационную работу. Кто хотел бы выступить и обменяться мнением? Да, пожалуйста. Профессор Попов Дмитрий Александрович. Глубоко уважаемая Елена Зеликовна, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, коллеги Игорь Николаевич. На самом деле, данная работа может на человека непосвященного оказать такое воздействие, что наш диссертант сегодня взялся за абсолютно неподъемную проблему. Первое, то, что сепсиса в нашей стране, по большому счету, по факту нет, если мы посмотрим на официальную статистику. Но это вовсе не так, на самом деле. Его не меньше, а может быть даже больше, чем в развитых странах, на рекомендации которых мы до сих пор вынуждены ориентироваться. До сих пор не вышли российские клинические рекомендации по сепсису как у детей, так и у взрослых. И второе, то, что сепсис, ну это, наверное, одна из ключевых проблем современной реаниматологии и интенсивной терапии, которая обсуждается абсолютно везде. И, наверное, изучение ее – это очень сложная задача, потому что и меняется классификация постоянно, и меняются подходы. И сепсис – это одна из тех проблем, которая высветила определенные, в свою очередь, проблемы современных подходов в виде доказательной медицины. Потому что отдельные исследования, которые были проведены по целому ряду патогенетических различных подходов к терапии, например, этого заболевания, тех же антицитокиновых препаратов, тех же подходов по инфузионной терапии, различных применения гормонов, они в отдельности показывали, в принципе, неплохие результаты. Но когда все стало объединяться в многоцентровые исследования, в метаанализы, то по ощущениям многих произошла та ситуация, когда вместе с водой выплеснули ребенка, то есть нивелировались абсолютно все вот эти положительные стороны. И если мы посмотрим на современные рекомендации, тот же Surviving Sepsis Campaign, мы увидим, что не, скажем, заместительная почечная терапия там не рекомендуется по каким-то причинам, хотя она всеми проводится, не применение глюкокортикоидных гормонов не является каким-то там прям уже средством, которое всех спасет, и ряд других аспектов. Но то, что совершенно ни у кого не вызывает вопросов, так это то, что без адекватной гемодинамики ни один больной с сепсисом не поправится. И поэтому та работа, которую мы сегодня слышали, она, безусловно, привнесет и привнесла уже то, что нам позволит эффективнее лечить эту крайне тяжелую категорию больных. В принципе, я во многом, во всем согласен с тем, что было сказано официальными оппонентами. Очень много Дмитрий Кириллович сказал то, что я хотел сказать. Я поддерживаю полностью эту работу и, безусловно, буду голосовать за. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Александрович. Кто бы еще хотел обменяться мнением из членов ученого совета? Да, пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Глубоко уважаемая Елена Зельховна, коллеги, для меня, наверное, как для заведующего кафедры, где доцентом трудится Игорь Николаевич, работа эта представляет особую важность, потому что она продолжает то направление, которое когда-то заложил мой учитель, и наш основатель кафедры Академии Гельфан, который многие годы был. И я, безусловно, смотрю на эту работу, в том числе и в таком историческом аспекте важности для работы нашей кафедры. Работа действительно выполнялась на моих глазах. Особенная ценность является том, что она выполнялась не в отрыве от ежедневной клинической работы и практики. Мне несколько жаль, но, наверное, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Игоря Николаевича за те три года, которые мы с ним плечо-плечо работали в пандемии, но это явилось причиной, наверное, такого некоторой задержки. И, безусловно, конечно, я буду голосовать за. Спасибо. Спасибо, Денис Николаевич. Кто-то хотел бы еще обменяться? Пожалуйста. Уважаемый Елена Зеликовна, уважаемый член диссертационного совета, профессор Шурыгин, больница Буянова. Небольшая историческая справка, я считаю важная. В конце 2006 года ведомственная клиника медсанчасти ЗИЛ перешла в систему департамента здравоохранения города Москвы. И на тот период к выполнению задач многофункционального скоропомощного стационара она была просто не готова. Отделение реанимации было представлено 12 койками, где было два аппарата для продленной АВЛ класса РО-6. Ну, собственно, и все. И что такое проклистанин, тогда реаниматологам рассказал Денис Николаевич Порценко, для чего он используется, который как раз Борис Романович Гельфин прислал как консультанта для лечения септической больной. Это вот такая история. Но больнице повезло с главным врачом. Клинику возглавил Алексей Иванович Крепун. И он же поручил развивать вопрос анестезиологии и реаниматологии Игорю Николаевичу Тюрину. И то, что вы сейчас увидели в докладе, это не сверху упало, это методологически, организационно легло на плечи Игоря Николаевича. И он эту службу развивал с нуля. И тогда появилось оборудование, аппарат РО-6, и различные методики мониторинга, инвазивные и неинвазивные, и протезирование жизненно важных функций. И так мы потихонечку подошли к тому, что называется большая наука. Я не призываю членов дистанционного совета к голосованию за Игоря Николаевича, потому что они будут руководствоваться исключительно положениями ВАГ, но считаю важным привести именно эту историческую справку. Спасибо. Спасибо. Кто-то еще? Спасибо большое, но такое было живое, мне кажется, обсуждение. И Игорь Николаевич, вам представляется заключительное слово. Я хочу выразить слова искренней благодарности дирекции Центра и лично вам, Елена Зеликовна, за то, что вы представили нам возможность доложить основные результаты нашего диссертационного исследования на столь серьезной, научной, лучшей научной площадке страны, и я очень этим горжусь. Игорь Александрович, спасибо вам большое за 12 лет терпения, научного поиска и клинической работы со мной. Я, безусловно, благодарен коллективу кафедры анестезиологии и реанимации РНИМО, на которой имею честь трудиться за ту помощь и поддержку, которую мне оказывается ежедневно. Я благодарен своей семье за то терпение, ну тут уже не 12 лет, а 30, которое происходит тоже ежедневно. Спасибо большое. Спасибо, Игорь Николаевич. И нам, соответственно, надо передать вопрос о поддержке этой диссертационной работы на тайное голосование. Я предлагаю такую счетную комиссию Купришов Алексей Анатольевич, Кирен Милены Абрековны и Свободов Андрей Андреевич. Кто за? Прошу голосовать. Кто-то воздерживается, против? Тогда, пожалуйста, счетная комиссия приступайте к своей работе. Спасибо. 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 Алексей Анатольевич, расскажите нам, пожалуйста, о результатах работы протокола счетной комиссии. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Тюрина Игоря Николаевича, представленной с исканием ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.12, анестезиология и реаниматология. В состав диссертационного совета утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации в Советах по защите докторских и кандидатских диссертаций 2 ноября 2012 года, номер 714 НК с изменения 12 июля 2023 года, номер 1492 НК в количестве 25 человек. Присутствовало на заседании 20 членов Совета, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 3.1.12, анестезиология и реаниматология, 6 человек. Розные бюллетени 20, осталось не розные бюллетени 5, в уровне оказалось 20 бюллетеней, все за, против и недействительных бюллетеней нет. Спасибо. Замечательные результаты голосования. И мы должны проголосовать. Пожалуйста, утвердите протокол счетной комиссии. Кто за? Кто-то воздерживается? Против? Спасибо. Ученый Динар Шакатный, как наш ученый-секретарь, читайте, пожалуйста, проект заключения по диссертациям. Рассмотрев документы, поступившие в Совет и заслушав доклад, диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований разработан комплексный протокол, предусматривший дифференцированный подход к оценке состояния больных с различными вариантами сепсиса для выявления септической кардиомиопатии и последующей коррекции ее гематиномических проявлений. Теоретическая значимость обоснована тем, что впервые доказана необходимость при абдоминальном и пульмоногенном сепсисе дифференцированного подхода к выявлению ранних клинико-лабораторных предикторов летального исхода, ассоциированного со снижением сердечного выброса. Изучена эффективность дифференцированных лечебных мер, обеспечивающих коррекцию гемодинамики при абдоминальном и пульмоногенном сепсисе. Значение полученных результатов подтверждается тем, что они внедрены в клиническую практику и нашли применение в отделении анастезиологии и реанимации с палатами реанимации интенсивной терапии ГКБ имени Буянова, а также отделение кардиореанимации интенсивной терапии Московской областной научно-исследовательской клинической института имени Владимирского. Полученные результаты позволят выработать оптимальный подход к определению критериев контроля и возможности коррекции кровообращения при тяжелом сепсисе, усовершенствовать общие результаты лечения различных хирургических заболеваний органов брюшной полости, снизить не только летальность, но и риск госпитальной инвалидизации, что обеспечит значимый медико-социальный эффект. Личный вклад соискателя состоит в сборе и анализе данных, получив при обследовании наблюдений за пациентами, обработке материала с применением современных статистических методов исследования, написании основной публикации по выполненной работе. Таким образом, на заседании 15 марта 2024 года диссертационный совет принял решение присудить Тюрину Игоря Николаевича ученой степень доктора медицинских наук по специальности анестезиология и реаниматология. Спасибо. Кто за этот проект, решение нашего диссертационного совета, кто-то воздерживается против? Я с удовольствием, Игорь Николаевич, от себя лично и от всего нашего ученого совета поздравляю вас. Замечательная работа и отличные результаты голосования. Такая живая дискуссия. Так что такая заслуженная работа по такой сложной и трудной специальности. Поздравляю вас от души. Спасибо. Перерыв 2 минуты.